друзья мы живем на земле наших предков это наша земля и мне кажется вот на такие ситуации мы все должны реагировать только тогда будет порядок на нашей стороне мы проезд по своей земле запрещаем наши запреты нарушили позавчера в ночь с 2 на 3 технику затащили меня попросили друзья о помощи в распространении информации но я думаю все знают ситуацию с уроками лесов скажу свое мнение эти леса росли на этой земле сотни лет до нас эти леса сажали наши предки эти леса принадлежат не нам и даже не нашим детям они принадлежат народу который проживает на данной территории какое право имеют частные компании вырубать эти леса то есть и все права на эти леса принадлежат народу вырубать этот лес можно только если на данной территории пройдет референдум либо хотя бы общее собрание на котором все оставят свои подписи дадут разрешение каким-то частным компаниям вырубать их лес ну естественно зная что их дети уже не смогут сходить за грибами или за ягодами и не будут дышать свежим воздухом к чему я все это говорю все вы знаете что на фоне уничтожения деревень и поселений которые снабжали нас чистой экологической продукции некоторые активные люди которые задумываются о здоровье своих детей начинают создавать поселение родовых поместий их создано уже более 500 в россии и вот жители такого поселения обратились ко мне и попросили осветить ситуацию они когда оформляли землю они взяли в собственность рядом с лесом в этом поселении растет много детей которые ходят в этот лес за ягодами за грибами сейчас этот лес продали частной компании которая вырубает его продали частному лицу которому безразлична жизнь детей которые живут рядом с этим лесом ему нужна ежеминутная нажива я думаю нам нужно отреагировать на это давайте распространим это видео сделаем репосты давайте поможем людям которые занимаются святым делом сотворяют родовые поместья на века для своих детей ну вы покажете конкретно свой участок и будут ли они там в вашем участке мы сейчас мы мы сейчас вам показывать там уже проехали органам полиции то есть мы все объяснили они все объяснения взяла они все осмотрели то есть все это запротоколировано под авторы паспорта там все были все на границах все видно то есть оригиналы мы договорились поднесем в рамках проверки а вы технику убираете за нашу территорию а потом вы же предлагали садиться за стол переговора предлагаю вчера мы вас ждали в 10 часов ждали договоренность была вы не явились то есть вы убираете сейчас технику за пределы нашей территории и уже потом мы начинаем как бы с вами разговаривать надеюсь чиновники увидят это видео и отреагируют но они реагируют только когда народ объединен и чего-то требуют скажу больше тем лесорубам которые начали вырубку для того чтобы подъехать к этому лесу нужно было проехать по дорогам поселения люди в этом поселении сбрасывались делали дорогу за свои деньги для того чтобы заехать на эту частную территорию лесорубы созвонились с правлением поселения и договорились о встрече но на встречу они не приехали и ночью провезли свою технику в лес и начали свою незаконную рубку незаконную потому что все рубки на территории нашей земли незаконны для того чтобы рубить лес вблизи населенных пунктов нужно получить разрешение от тех людей которые живут на этой земле это их лес поэтому в будущем мы все будем реагировать на эти рубки и пусть лесорубы научиться договаривать с народом который живет на этой территории значит получается лесорубы эти проехали ночью зная что не нарушает закон мало того они еще свою технику вагончики расположили на территории поселения и как ни странно лесничий который должен охранять эту территорию очень агрессивно настроен против защитников леса вот я как лесничий хочу сказать технику они сейчас будут держать в пределах лесосейки которой они разрабатывал древесину а никуда они не убирают это их право так стоп стоп подождите вы на меня не кричите я вам сейчас меня спросили путь разрешения я вам сейчас озвучил свою позицию явно он работает с горе заинтересованными лесами с этими лесными комбайнерами предлагаю вообще запретить все рубки предлагаю вообще провести всенародный референдум принять запрет на все рубки на нашей территории нашей земли без разрешения жителей прилегающих территорий допустим не менее пяти ближайших населенных пунктов должны дать свое согласие на вырубку